Итак, продолжаем. Это у нас получается восьмой, ой, так, извиняюсь, шестой. Шестой урок. Нам надо создать отверстие плите перекрытия для отображения. Ну, это бит сверху, не знаю. Так, проем. Проем надо выбрать, да? Так. Создать. А, нет. Инструменты. Так, проем, проем. Опа, мы, оказывается, стену-то удалили. Е-мое, мы стену-то удалили. Надо заново создать стену. Такая стена. Вместе все по умолчанию открыты до 4К, по-моему, да, было? Так. Так. 19, 4. Почему не проембирается? Так. Так. Угу. Моголепо. Так. За мной с으면. Стена. Угу. 3D и 4G. Вот она у нас стена. Угу. Параметры могут липу. от середины получается. Так, это у нас середина, так, все, я теперь готов, середина сверху и получается инструменты, мы понадобили инструменты, надо выбрать. Так, 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 сквозное отверстие. Так, проем. Так, вот он инструмент, вот у нас проем. Так, выбираем прямоугольник, крупа. Так, забавайте прямоугольное отверстие для ясничной отверстия в ядре и жесткости, вводя по середину, вводя по середину пару точек в вершинку, по диагонали 6 и 7. Так, а почему у нас не отображается вот так удобно. Так, теперь инструменты, выбираем проем. Так, тип проема у нас сквозное отверстие, и по диагонали. Так, обратно вид. Меняем на служебный. О, так тут, на служебный. Так, нажимаем escape, чтобы снять выделение с плиты. Так, нажимаем escape, чтобы снять выделение с плиты. Так, надо выбрать изометрическое отображение модели, вид проекции изометрия, да? Вид проекции изометрия. Ого. Так. Так. Выберите инструмент проем. Обратно выбираем проем. Так, мы понадобили свойство проем. Выберите тип ниши. Так. Выберите тип ниши. А, так. Надо выделить перекрытие. Так. Миша. Так. Миша. Ага. Так. Теперь. Миша. Глубина редактирования. Так. В окне. Редактирование. Глубина 200. И нажимаем 200. Нажимаем enter. Нажимаем enter. Тыльную сторону проема щипнув. И тут тыл. Проконтролируйте тыльную сторону. Ага. Прямой булли. 行了. Страней ниши. С карте над точками. Ага. Так. Надо выбрать. Итак. Тыльную сторону требуем. тыльную сторону вот она у нас тыльная сторона и теперь нам надо задать координаты с точками 6420 на 6 6420 на 6 670 так дальше идем получается 13920 на 8172 опа что-то не то получилось у нас должно было быть здесь вот как-то не правильно сделали так делаем все эти операции еще раз так получается сверху выбираем проем сквозные отверстия так вот выбираем проем сквозные отверстия тип построения прямоугольник задайте прямоугольные отверстия для лестничной клетки введения жесткости вводя последовательно пару точек вершин прямоугольника по диагонали так вот у нас первая точка и вот у нас получается вторая точка так 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 все все и 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 получился хорошо так выбираем инструмент проем обратно выбираем проем так вот у нас проем выбран уже так выделяем виду перекрытия панель инструмента вот на панели выбираем нишу так вот она у нас ниша она уже выбрана автоматически и редактируем глубину 200 и нажимаем enter выберите тыльную сторону проема щелкнув щелкнув по кнопке 500 на панели инструмента поем так тыльную сторону и теперь получается способ построения ниши прямой уголь выполнить построение по следующим координатам 6420 на 6670 так правильно правильно нажимаем enter так что-то он не туда что не ушел хорошо точка вторая точка тринадцать тысяч девятьсот двадцать на восемь тысяч сто семьдесят так так ёшкин хвост что он так делает так ёшкин хвост нет 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 правильно оказывается есть здесь нейтрально сделали вот как тут задают так и будем делать хорошо то есть получается нажимаем ну в общем получается справились с заданием это было уже окончание седьмого этапа